Жители 2-го микрорайона Павлодара в преддверии весенних паводков забили тревогу. Люди боятся, что в их дома вновь придет большая вода. На протяжении двух лет 15 улиц этого района топят не только талами, но и грунтовыми водами. В результате строения рушатся буквально на глазах. Люди уже не раз просили городские власти объявить здесь режим ЧС. О последствиях разгола стихии и как готовятся местные власти к предстоящей весенней распутице расскажет Амир Саминветов. Эти кадры сняты весной прошлого года. В зоне подтопления оказались более 500 домов. Воду с улиц откачивали на протяжении четырех месяцев. Тогда этот район больше напоминал болото. Земля перенасыщена влагой и непригодна для выращивания саженцев. У нас выкачивают воду с домов и с огородов. Опасения жителей, что весенняя отепель просто разрушит их дома, не напрасны. Понимаете, когда вы встаете с кровати и у вас наступаете на пол, а там вода ледяная, естественно, у вас истерика. У нас поплыли крыши, текут потолки, трещат стены, вздулись полы в домах. Рвет все. Вот сейчас меня все... Мало то, что вот это вот у нас стены все, так еще перекашивает. Потому что грунтовые воды низко, земля замерзает. Айнаш Судьбаева старожил второго Павлодара. Так этот район называют сами местные жители. Женщина рассказывает, что раньше никогда не было проблем с наводнениями. Но из-за потопов женщина практически лишилась своего единственного жилья. Только вот сдаваться Айнаш не намерена. Пишет письма во все инстанции с просьбой подготовиться к паводкам. Никто причину до сих пор не увидел, не знает, понимаете? Причину до сих пор не нашли. Дом просто развалился, понимаете, на части, его разорвало. Под нами находится вода. Она, естественно, играет. Вот эти стены, они все шатаются. Последствия то, что у меня уже... Я в кредитах вся, действительно. Мы залезли в эту кабалу и выплачиваем. Земля замерзает и выпучивает эту землю. И у меня веранда вся потрескалась, и двери, железные двери перекосило в раме. Не закрывается дверь. Материальную помощь, какую нам дали, выделили по 500 килограмм песка, также выделили щебня, по 4 мешка дали шпаклевки, по 3 мешка дали клея. Это капля в море. Правда, месяц назад Айнаш получила положительный ответ из комитета по ЧС. Здесь написано черным по белому, что комитет ЧС рекомендует таким у города Павлодар, рассмотреть вопрос объявления чрезвычайной ситуации местного масштаба с проведением соответствующих мероприятий. В городском Акимате заявили, что тоже не бездействуют. Акимат еще в прошлом году выделил 50 миллионов тенге на строительство котлована. Его возвели возле местного технологического колледжа. Коммунальщики выкопали огромную яму на пустыре, тем самым, чтобы она послужила неким резервуаром, куда бы скапливалась бы вода. И потом ее уже отсюда будут откачивать. В Акимате Павлодара нас заверили, что и городские, и областные власти готовятся к приходу большой воды. Так вдвое увеличили количество техники. Кроме того, недавно объявили конкурс на проведение всех необходимых работ по недопущению прихода большой воды в дома жителей 2-го района Павлодара. Предусмотрели средства на установку насосов дополнительных, на откачку со скважин, с котлована построенного. Самой проблемой начали еще с 2017 года заниматься. Ряд мероприятий сделали. Получается, проложили две нитки, дренажных нитки, получается, диаметром 150, это в 2017 году. И дополнительно в прошлом году построили трубопровод напорный диаметром 315. Устройство котлована сделали. Вопрос 2-го Павлодара мы занимаемся и будем заниматься. Он на контроле Акимата. Насколько успешно провели подготовительную работу местные власти, узнаем уже очень скоро. Осталось лишь дождаться прихода весны. Мы обязательно расскажем, как же жители многострадального района Павлодара пережили эту оттепель.